Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат в сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о начале вегетационного сезона в саду. Пожалуй, это самое важное время для садовода, для огородника, чтобы заложить прочный фундамент под будущий урожай, чтобы сберечь здоровье наших растений, чтобы получить хорошие растения к осени, правильно подготовить их уже к будущему сезону. Одним из любимейших ягодных растений нашего сада является малина. Малина ремонтантная, малина летняя. Две основные разновидности, которые выращиваем мы. И сегодня мы немножко поговорим о том, как правильно подготовить малину к началу вегетационного сезона. Малина, пожалуй, одна из самых разборчивых и требовательных к питанию культур среди ягодных. Можно сказать, она очень прожорлива. Она предпочитает почвы рыхлые, богатые питательными веществами, богатые органикой, гумусом. Если же у вас на участке почвы бедные, супещаные, то необходимо позаботиться, чтобы обеспечить ее нужными макро- и микроэлементами. Самым важным элементом питания ранней весной для растений является азот. Его источником может быть как химические формы удобрений, мочевина, различные виды селитры, так и органика. То есть перепревший навоз, компост, торфокрошка. Иногда просто очень плодородная почва, если у вас на участке почвы бедные питательными веществами. Малина очень активно расходует питательные вещества, и буквально ежегодно необходимо восполнять эти потери. Более того, при уходе за малиной нам нужно помнить, что ее поверхностная корневая система залегает слишком близко к верхнему уровню почвы. И если она слишком близко выходит, то есть риск ее пересушивания в период без дождей или зимой подмерзания соответственно. Поэтому важным элементом ухода за малиной именно сейчас весной является мульчирование. Мульчирование, если мы используем органические материалы, как компост, торф, торфокрошку, оно выполняет двойную функцию. С одной стороны, это такая одеялка для корней, которая защищает и от повышенных, и от пониженных температур, создает корневой системе оптимальные условия для жизни, хорошую влажность. А с другой стороны, оно же становится и поставщиком питательных веществ, того же азота, тех же гуминовых соединений. Итак, мы пришли на участок. Мы видим перед вами небольшие такие кустики, молоденькие, малины ремонтантной. Она не была обрезана с осени, после плодоношения, поэтому сейчас еще не поздно это сделать. Кстати, многие люди спрашивают, что значит ремонтантная малина, в чем ее особенность. Ремонтантная малина, это малина, способная плодоносить дважды в год. И в принципе, вот эти вот оставленные побеги, облиственные, они зацветут рано весной, в мае месяце, как обычное, привычное нам летнее, и дадут урожай вместе с ней. Затем наступит небольшая пауза, и потом пойдет основное цветение, урожай от которого созреет в конце июля, августе, сентябре. Но замечено, что в таком случае ремонтантные сорта урожайность немножко сбавляют, а иногда и даже очень сильно. Поэтому для ремонтантных сортов малины принято допускать только одно плодоношение, зато оно бывает очень обильным. Итак, если мы хотим, повторюсь, получить хороший урожай, нам необходимо еще с осени, либо рано весной, срезать у ремонтантной малины всю надземную часть. Таким образом, мы стимулируем рост и пробуждение подземных почек, которые находятся на корневище под землей. А если к этому моменту вы еще и добавите хорошую мульчу, хорошую подкормку, то рост этих побегов будет просто великолепен. Итак, первое, что мы делаем с вами, это вырезаем сухие отмершие побеги. Вырезаем их как можно ниже к уровню почвы. Дело в том, что если мы оставим пеньки на сухих отмерших пеньках, вот как здесь, легко поселяются различные болезнетворные грибки. Более того, в них могут зимовать и личинки, и взрослые насекомые, вредители. Поэтому срезаем пониже, стараясь не задеть выходящие из-под земли побеги возобновления. Именно на них мы рассчитываем получить новый урожай. Вырезаем также все слабенькие побеги, тоненькие. Дело в том, что они не смогут, как того требует сорт, сортовые особенности, заложить хороший урожай в будущем. Как раз болезнь, видите? Скорее всего, какой-то антракноз, плюс вредитель. После того, как мы срезали все побеги ремонтантной малины, их необходимо удалить из сада. И обязательно не откладывать это на потом. Лучше, конечно, всего сжечь. Дело в том, что на этих побегах сохраняются перезимовавшие грибки и болезни, сохраняются личинки, яйцекладки, вредных насекомых. После того, как мы вырезали все побеги, приступаем к уборке растительных остатков, которые перезимовали на почве, которые принес ветер. Или... Который принес ветер. А также удаляем сорняки, которые прекрасно конкурируют с нашей малиной за воду и питательные вещества. За долгую зиму почва сильно уплотнилась. Она, можно сказать, слежалась. И корням малины нужен воздух. Поэтому совмещаем уборку растительных остатков с рыхлением почвы и прополкой ее от сорняков. Стараемся убирать особенно злостные сорняки корневищного типа, или вот как одуванчик с такими стержневыми мощными корнями. Ведь если их оставить, не удалив полностью, одуванчик все равно потом постарается вылезти. И какой же сорняк упустит возможность жить на хорошо удобренной плодородной почве? Рыхлить малину стараемся не очень глубоко и очень аккуратно. Дело в том, что в почве залегает ее корневище со спящими почками, из которых потом разобьются новые побеги. Поэтому постарайтесь провести эту операцию до того, как эти побеги выйдут, либо уже после того, когда они вышли, и вы можете их видеть, отнормировать, то есть оставить только самые сильные, удалив слабые, не повредив их. После того, как мы убрали все растительные остатки, пропололи, прорыхлили почву, наступает время, собственно, для подкормок. Как я уже говорила, весной растениям наиболее необходим азот. И для подкормки мы сейчас будем использовать селитру. Можно использовать аммиачную селитру, калиевую, натриевую, либо кальциевую. Но кальциевая – это слишком дорогое удовольствие, поэтому обычно ограничиваются аммиачной, либо натриевой, калиевой. Когда спрашивают, какой же расход и как лучше вносить, можно посоветовать два основных способа. Если ваша почва сухая, но не было дождей, можно использовать полив малинных посадок раствором удобрения из расчета 1 спичечный коробок на ведро воды. Таким образом, вы и поливаете, и подкармливаете растения. Если же почва у вас влажная, то можно ограничиться рассыпанием удобрения по поверхности грядки с последующим заделыванием его в почву. Здесь уже норма расхода удобрения исходит из площади, которая занимает малина. Равномерно рассыпаем удобрение по всей грядочке. Не только в те места, где вы видите кустики, но и рядом с ними. Повторюсь, по всей площади. Дело в том, что корневая система малины очень мощная, и она распространится везде, где вы ей только позволите. И обязательно найдет все рассыпанные удобрения. Если мы подкармливаем малину рассыпью, стараемся, чтобы гранули удобрения не попадали и не оставались на листочках. Иначе они могут вызвать на них химический ожог. И после того, как мы все рассыпали, заделываем удобрение в почву. Аккуратно ее рыхля. Малина прополота, подкормлена. И сейчас последний этап весенней подготовки малины к новому сезону – это мульчирование. Мы с вами будем использовать для мульчирования хороший созревший компост. Самое любимое ее угощение. Нужно помнить, что слой мульчи должен быть порядка 10 сантиметров. Особенно, если это мульча используется рыхлая. Например, различные растительные остатки. Можно использовать льно, костру, торф, опилки. Но опилки обычно рекомендуют для мульчирования растений, которые любят кислую почву. Например, голубики. Не бойтесь, если вы немножко засыпите растения, их ростки. Они пробьются сквозь мульчу и будут только крепче и мощнее. Итак, мы подготовили нашу малину к новому сезону. Процветание вам, вашему саду и вашему малиннику. До новых встреч на нашем канале! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова